Всем привет! Сегодня поговорим про набирающие обороты вид мошенничества, основанный на так называемом черном ресейлинге. В пиару этого развода подключилось очень много топовых блогеров, у которых в приоритете деньги и плевать и не хотели на репутацию. Подписчиков наглым образом вводят в заблуждение. А для того, чтобы создать иллюзию безопасности этой схемы, подключили даже известного адвоката Сергея Жорина. В общем, видео будет интересное, но перед тем, как начать, небольшая рекламка. Если вы открыли онлайн-школу или продаете курсы, к примеру, по английскому языку или кулинарии, то хочу посоветовать вам рейтинг онлайн-школ KJ Media. Цель проекта – сделать рынок онлайн-образования прозрачнее, поскольку сейчас очень много школ и курсов, которые обманывают своих клиентов, оказывая некачественные услуги. На данной платформе рейтинг зависит от информации, представленной школой и отзывов на ее курсы. Подключиться к KJ Media можно абсолютно бесплатно. Для школ это хорошая возможность получать новых клиентов, а для пользователей – это возможность изучить предложения на рынке онлайн-образования и на основе рейтинга выбрать для себя подходящий вариант. Плюс на KJ Media школа регулярно проводит акции, поэтому есть шанс ухватить хорошую скидочку. В декабре KJ Media вручит премию онлайн-образования 2019 лучшим онлайн-школам в разных категориях. Ссылку на сайт я оставлю в описании. Присоединяйтесь. Реклама стала неотъемлемой частью нашей жизни. С экрана телевизора нам утверждают, что именно этот шампунь спасет нас от перхоти. Шампунь – лошадиная сила. А на улице нас встречают яркие вывески и билборды, которые заверяют нас, что именно сегодня мы можем приобрести румынский шкаф с 50% скидкой. У многих людей с таким переизбытком рекламы на подсознательном уровне идет отторжение. Поэтому вместо прямой рекламы зачастую стали использовать нативную или по-другому скрытую рекламу. Она вызывает меньше негатива. Не остался в стороне и YouTube. Все чаще и чаще блогеры используют именно этот вид рекламы. Пьют напитки определенного производителя, повернув в камеру бренд, носит кроссовки определенной фирмы, случайно проходят мимо определенного ресторана и очень хотят кушать. С каждым разом становится все сложнее распознать, где реклама, а где ее нет. Но зачастую это делают настолько смешно, очевидно и нелепо, что кроме испанского стада не вызывает больше никаких эмоций. На YouTube-канале Дымоход такая реклама чуть ли не в каждом выпуске. Для тех, кто не в курсе, там два парня стоят возле ЦУМа и расспрашивают проходящих людей, обычно это случайно гулявшие рядом блогеры, либо инстаблогеры. Сколько стоит их шмот? И сумма там озвучивается просто огромнейшие. Пару ЛВ-шечка купил сегодня, там 25, по-моему, да, они стоят. А потом, значит, толстовка, тоже Луи Витон, 48 тысяч. Это тоже Луи Витон, в районе 90, по-моему, она стоит, что-то такое. 94. Да. Вообще, очень странное название Дымоход для канала, где ведущие два парня. Интересно, какой же они смысл заложили в это название? Ну, ладно, сейчас не об этом. В одном из последних выпусков на этом канале появляется Паша Техник. Для тех, кто о нем не слышал, то вот он. Good evening, ladies and gentlemen, piders and pussies. То ли рэпер, то ли блогер, в общем, еще не до конца изученный под вид публичных людей. Я поверить не могу, мы кого угодно могли встретить у ЦУМа, но легенду русского андеграунда, ребята, Паша Техник, собственной персоной. Привет, Паш. Здрасте, здрасте. Объяснять, что это постановка чистой воды, я думаю, не надо. Тоже давно хотел попасть к вам в выпуск. Какими судьбами? Мы тут уже больше года тусуемся и тебя ни разу не встречали. Я обычно вечером захожу, это сегодня пораньше, ну, ребенок там все дела, сегодня пораньше, а так только по вечерам. Ну и Паша рассказывает о том, что времена меняются и что сейчас ставки на спорт уходят на второй план. Якобы на перепродаже шмоток можно зарабатывать намного больше. Мол, он покупает их за 12 тысяч рублей, а продает за 1000 евро в Европу. И с каждой вещи получает 300-500% прибыли. Слушай, Паш, я тебя всегда видел в каких-то растянутых майках, а ты сегодня на моде? Ты вообще прикинутый. Времена меняются, понимаешь? Сейчас уже поднялся, видишь как. Ну тебе что приносит, твой рэп или твои сториз? Да, мне не рэп, не сториз, не ставки на спорт, не реклама, не, не это. Мне приносят это вот четкая перепродажа шмоток. Ты барыжи шмотками? Да, это, короче, вот шмотку взял у пацанов, пацаны NotSense Community. А, я знаю их. Знаешь, да, вот, они, короче, пиздец. Беру у них за, вот, не знаю, пример вот, я вот беру за 12-ку у них рубасов, 12 косарей. Ну и туда в Европу за 800 косарей евро уходит вообще. Да это неплохой навар так-то. Блин, ну так-то в ус не дуем, ёпта. Неплохо, да? И потом их перепродает кто-то другой. Там какой-то бесконечный ресейл идет. Как думаешь, за сколько взял? Блин, ну такие стоят очень дорого. Пару тысяч евро, может, даже две с половиной. Да, их продают вот по две с половиной, да. Я, короче, где-то вот их отдаю в Италию, где-то там в район Пизы, куда-то вот последний раз было, за полторы вот вообще отдал. Чувак, месяц, оу, сеньор, порфавор, там. Я, кайф, говорю, кайф, брат, говорю, чтоб ты рад был. А он потом, оказывается, сам перепродает, прикинь, там уже. То есть шмотки... Еще дороже. Да, он, мне кажется, отдых еще носит потом, да. Но там уже, как бы, это их дело. Мне-то... И Паше удается на перепродаже зарабатывать по 4 миллиона в месяц, не напрягаясь, просто перепродавая китайские шмотки. Эксклюзивно для нашей программы. Скажи, сколько тебе в месяц бабок приносит. Давай скажу в среднем. Ты имеешь в виду вот на этом, да? Ну, 4 где-то ляма вот так вот. А для того, чтобы у людей было меньше вопросов, ссылаются на комментарии адвоката Жорина. Позже я покажу, как он это прокомментировал. Многие еще задают часто вопрос. Блин, а это законно? А мы передачи же показали, с адвокатом пообщались. Тем более, в России мы не гадим. До техника на канале появлялись и сами ресейлеры. Йоу, ты что, рефер, что ли? Нет, я просто коммерс-бизнесмен, который любит бабки. Вообще, ресейлеры – это посредники. Люди, которые перепродают товар. Прилагательные черные дают нам понять, что это перепродажа чего-то незаконного. В данном случае речь идет о перепродаже подделок известных брендов. Началась эта история еще год назад. Тогда черные ресейлеры только прощупывали почву. На канале «Что почем» вышло первое видео, в котором заговорили про черных ресейлеров. Они, разумеется, были в масках. И, судя по их квартирке, денег на тот момент у них было очень много. Привет. Здорово-здорово. Извините, что припозднились. Честно говоря, квартира у вас отпад. Мне уже нравится. Я там уже листочка одного подготовил. Мы пройдем сейчас туда на улочку, потому что тут бессты. Пацаны, смотрите, у меня даже тапочки, смотрите, есть специально, чтобы выходить на террасу. О, боже, это выглядит эпично, честно говоря. Ты уже, ребята, в курс дела ввел? Да, я ввел в курс дела аудиторию. Я сказал, что вы зарабатываете хорошие деньги на перепродаже паленых вещей. Только очевидно, что этот дом в аренде. Видно же, что он ничем не заставлен. Парни приехали туда просто снять видео и уехать. И самый прикол в том, что они боятся показывать свое лицо. Мол, их могут найти правоохранительные органы. Но в то же время показывают вид из квартиры, которую полиция, конечно же, не найдет. Очевидно, если бы они были такими крутыми парнями, ворочащие миллионы с помощью темных видов бизнеса и засветили бы так свою квартиру, то на следующий же день туда ворвалась полиция. В общем, цирк. В качестве доказательств того, что вещи не отличить от оригинала, они показывают две футболки. И якобы одна из них фейк, а другая оригинал. Обратите внимание, что они б***ь идентичны. Я сам сейчас в шоке, потому что это полный б***ь. Они реально одинаковые. По-моему, очевидно, что это просто две одинаковые футболки. Посмотрев это видео до конца, у вас не останется сомнений. В общем, на протяжении всего выпуска они рассказывают, как много денег им удается поднимать на ресейле. В конце они заявляют, что зрителям очень повезло, что они согласились снять это видео. Мол, ведущему пришлось долго их уговаривать, чтобы они согласились. Благодаря моей настырности и наглости я вот здесь нахожусь сейчас, потому что если бы я не продавил этих парней, хрен бы они мне чего... Мы согласились не с первого-то и раза. Да, ну да, мне пришлось их поубадовать. После этого видео в комментах начало писать очень много людей, что они тоже хотят так зарабатывать, как с ними связаться и все такое. Парни в масках поняли, что people's havel, и теперь можно его обрабатывать. И вот спустя год они опять выходят в свет, рекламируясь на топовых каналах, по типу думоход, ну и вагон и так далее. Темы начинают активно раскручивать, а техника берут в амбассадоры, так как ему вообще плевать, что рекламировать. Это черный реселлер, и это очень прибыльная профессия, судя по дому. Опять начинаются истории, что вещи вообще не отличить от оригинала. Единственное, как это можно сделать, только по запаху. Не, ну, наверное, вот это тогда оригинал, потому что она по запаху. Как так? Я всю жизнь была уверена, что... Давай по запаху какая... Если паленая вещь, она вот так видна. Паленая, которая... Блядь, я уже запах не чувствую. Оригинальные такие вещи стоят 70 тысяч, а они продают по 13. 69 300 она стоит в бутике Гучи, наша такая стоит, если с доставкой, то 13 500. Теперь предлагаю послушать, как адвокат комментирует этот вид деятельности. Россия, конечно, это страна, законодательство которой практически безнаказанно на сегодняшний день позволяет нарушать интеллектуальные права. Хотя эти статьи, они и 146, и 180. 146 это авторские права, 180 это товарные знаки, и знаки индивидуализации. Они предусматривают лишение свободы, и достаточно длительные, до 6 лет. Но по факту за это мало кто сидит в тюрьме, особенно если сформировать хорошо правовую позицию с адвокатом, то в принципе можно отделаться штрафом. И, кстати, 159 мошенничество, оно тоже так среди юристов обиходит, называется коммерческое, потому что очень сложно, даже если преступление очевидное, потерпевшему добиться возбуждения этого дела. То есть, как правило, подключаются какие-то ресурсы, административные, либо финансовые. Поэтому здесь, в общем-то, хорошая почва для работы преступников в этой сфере. Искать каких-то людей, которые продают контрафактную продукцию, особенно если это не в каких-то масштабах многомиллиардных, то в принципе эти люди не сильно кому-то интересны, за исключением того, что если вы не обманули прокурора местного, либо какого-то генерала. То есть, есть за это можно, но сидит мало кто. В общем, занимайтесь, но не кидайте серьезных людей, и тогда все будет ок. Может, еще такая фраза прокатит? Бля, буду, я не знал. Я, конечно, ни на что не намекаю, но не кажется ли вам такие слова подозрительными? А теперь самое интересное. Буквально недавно на канале Сергея Терентьева выходит очередное интервью с черными реселлерами. Я, если честно, отношусь к этому абсолютно нейтрально. Вот абсолютно нейтрально. Моя задача просто это показать. Потому что это реально есть, и на этом реально очень круто зарабатываешь. Молодец, хорошо отрабатывает денежки. Еще бы он что-то другое сказал. Эти же парни меняют философию. Мы занимаемся бизнесом, мы меняем философию людей, мы помогаем тем людям, которые хотят хорошо одеваться, и у них есть возможность покупать дорогие вещи и бренды, экономив, получать то же самое. Я вам чуть позже покажу, как этот парень меняет философию людей на самом деле. У нас вообще, в принципе, работает достаточно большой штат сотрудников, который забирает вещи с фабрик, проверяет их на наличие каких-то определенных дефектов и сравнивает с оригинальными вещами. Только после этой проверки, соответственно, товар идет дальше. Только после этой проверки идет товар дальше, потому что у нас достаточно популярные, известные люди и предприниматели покупают вещи, а для нас важно имя. Они пиарят этот вид деятельности в открытую, при том, что сами заявляют, что это незаконно. Но владельцы канала вплевать на это хотели, когда предлагают большие деньги за интеграцию. Это незаконно. И говорят что-то про уважение. Мы должны все к друг другу относиться с уважением и уважать любой бизнес. А теперь другая сторона медали. Эта информация крайне важна для тех, кто когда-либо что-либо слышал об организации энергетики X-Vision, что-либо покупал или собирался покупать. Я хочу рассказать всю правду о том, что на самом деле в данный момент происходит, о Наиле Крапозавре, который является мошенником, и показать вам доказательства, подтверждения того, что сейчас происходит и что собирается делать с этим проектом Наил. Начнем мы с просмотра того, как Наил Давлятович, он же Крапозавр, относится к клиентам энергетики X-Vision. Приятного просмотра. Бро, привет, слушай, а ты не хочешь проводить какие-то сейчас опросы? У нас такая пиздец активная аудитория в телеге. Пиздец, такой канал, блядь, я даже думал, блядь, потому что там ставки продавать нахуй. Чисто, бля, вовлайбай поднимем. Прикинь, экспрессик нахуй. 500 человек купят его по полторы тысячи. Часая француза продали. Распиши им, короче, все по полочкам, просто типа есть чат, типа если вы хотите зарабатывать бабки вместе с нами, носить классную одежду, бля, братан, сделай этот вброс, пиздец. А народ, блядь, сидит не ебаный еще. Давай потрахаем нахуй, блядь, братан. И там, блядь, ебать по 20 тысяч просмотров, нахуй, блядь, в кружу ебаных постов, блядь. Ебать его мать, блядь, братан. Ебать его мать. Ты даже себе представить не можешь. Ты, видимо, еще не продавал такие услужки, нахуй. Я же просто знаю, блядь, что это такое. Это ж пиздец, нахуй, братан. Мы можем там с тобой лямчик, блядь, нахуй, сколотить, ебать. На изи-ка, нахуй. Ну, тупишь, короче, типа можно купить сильвер, гол, платинум, там скидки, хуитки, блядь. Блядь, пиздец, короче. Если ты, честно, Мичуринскому, я сейчас приеду, нахуй, вытаскиваю свою жопу, блядь. Пойдем, нахуй, блядь, сидеть и всю эту хуйню распишем. Чаху покурим. И сегодня прямо ее запустим, нахуй. Чтобы, блядь, мало им не казалось, нахуй. Я соскучился, братан, по этим деньгам. Соскучился. Любые пидоры, которые имеют что-то против, всегда где-то там, где-то там. А у нас весь кэш, такую гору, ебать, бабла, нахуй, положить. Вот такую, ебать, стопку, нахуй. И мы рот их ебали. У-у-у-у. Нам вот, короче, делать, нахуй, выглядывать за бабок, знаешь, так, типа, пидоры ебаные. Идите платите кредит за свои трусы. В общем, это тот самый парень из видео Терентьева. Его кинул напарник, и он решил рассказать, как на самом деле обстоят дела с этим бизнесом. Да схавает народ, хуй снег, схавает, блядь. Прикольно мы такие с тобой, блядь. Ты в таких хуйненьких очках, я вот таких больших. Такие чисто жулики, ебт. И это те самые люди, которые еще недавно говорили о том, что ежемесячно делают миллионы на черном ресейлинге. Прикольно, да? Как обстояли дела на самом деле. Парню в маске после окончания института захотелось много денег. Он начал искать инвестора и нашел Наиля, парня, известного по ставкам на спорт. Он дал ему 500 тысяч на рекламу, и они оплатили первую нативную рекламу Луи Вагона. Ребята придумали историю про черного реселлера. Разложили оригинальные вещи и в видео сказали, что это паль. Подкрепив все историями о том, что китайский рынок уже давно делает крутой шмот еще до официального релиза. Что касается наценки, то единица товара у них стоит 10-20 тысяч, хотя реальная стоимость 2-3 тысячи. И самое главное, что это полностью безопасно, уверяют ребята в масках. Просто купи у них товар и перепродай в Европу или США с пятикратной наценкой. Но это при условии, что товар не конфискуют на границе. А это они, конечно же, умалчивают. Кстати, можно не только покупать товар, но и стать реселлером 80 уровня, купив у ребят франшизу всего за каких-то 250 тысяч. Франшиза состоит из контактов поставщиков паленых вещей и методички по продажам. Клиентами таких реселлеров, как правило, становятся школьники, либо совсем молодые наивные люди, которые грезят мечтой быстро разбогатеть, не понимая одной простой вещи. Деньги любят тишину, и никто не покажет курицу, которая несет золотые яйца. Нельзя стать богатым, при этом ничего не делая. В лучшем случае они лежат за денег на обеды, либо своих сбережений, и сами будут носить эту одежду, так как вряд ли смогут ее перепродать. Хотя товар может и вовсе не дойти, так как вы сразу переводите все деньги левому человеку, которого вы даже и знать не знаете. А в худшем случае можно и в тюрьму загреметь, самошеннические действия. Забавнее тот момент, что на ютубе такие видео почему-то не блокируются. Ролики, в которых полностью расписана мошенническая схема, где прямым текстом людей подталкивают к мошенничеству, не нарушают никаких правил сообщества. Опережу некоторых комментаторов, которые напишут, что в магазине также есть вероятность купить подделку любого бренда. Несомненно, но здесь дело немного в другом. Людей подталкивают заниматься мошенничеством. Кто-то и в кредиты залазит. А ведь можно и в тюрьму сесть, полностью загубив свою жизнь. А ребята в масках придумают другую схему богатства. Возьмут в долю очередного Пашу техника и будут уже рассказывать, как все дорого, богато и безопасно, продавая вместо мини-пига обычную свинью. Для того, чтобы еще больше людей узнало об этом виде развода, давайте максимально распространим это видео. Для этого нужно просто написать любой комментарий, поставить лайк и, конечно же, подписаться на канал. Что ж, а на этом все. Всем пока!